всем привет меня зовут татьяна вы на канале татьяна стич это канал о вышивке и рукоделия я решила подвести наконец-таки итоги 2019 года долго собиралась долго пыталась все организовать чтобы найти такое свободное время и возможность чтобы наконец-то взять все подытожить и вам показать так что поехали я начну сначала с законченных работ а потом перейду на работы которые у меня хоть как-то продвинулись в 2019 году должна сказать что в 2019 году в начале года я вышивала очень мало потому что в конце 2018 года у меня родился маленький сын и в январе 2019 года я уже вышла на учебу и пыталась совмещать и учебу и ребенка и дом было нелегко но я получал от этого колоссальное удовольствие конечно 2019 год один из самых классных в моей жизни потому что каждый день проведенный с моим сыночком это это радость это веселье каждый день что-то происходит он так быстро меняется ну и конечно это был такой год проверка на прочность но все было очень очень хорошо это подтверждение того что я даже еще могла и вышивать в 2019 году поэтому перейду к законченным работам начну показывать самых маленьких работ и потихоньку перейдем к большим моим завершениям которых было немного больших завершений но у малышек было достаточно потому что вот опять же мое возвращение вышивку как раз таки началось с маленьких работ удобно мне было их вышивать потому что особо организации никакой не требовалось и у меня исчезло мое вышивальное место я вышивала где придется по каким-то темным углам включая одну лампочку так на диванчике за столом когда все тихо спят особо старалась не светить ярким светом никого никого чтобы не разбудить но жизнь такого начну вот таких вот новогодних игрушек вот такие вот новогодние игрушки одну из них я вышла в 2018 году вот как раз таки это был этот медведь эти заготовки я купила вместо магазине хобби лобби и это новогодняя игрушка посмотрите на такой деревянной заготовки которая состоит из двух деревяшек которые связаны между собой вот так вот я оформила изнаночную сторону просто это такие наклейки серебристого цвета снежинки наклейки виде кристаллов ну и добавила такие новогодние блестящие ленты на зеленой ленточке написано happy holidays счастливых праздников такой ремешок сама сплела и оплела это вокруг этой новогодней игрушки изначально здесь была бечевка бечевка тоже смотрелась прикольно круто но так как это новогодние игрушки мне хотелось более что-то нарядное яркое то есть у меня добавилась вот эта вот новогодняя игрушка и то есть это такой бизон и лось здесь я вышивала на восемнадцатом каунте смотрите просто такой орнамент который сама пыталась как-то выдумывать вышивала в одну нить на восемнадцатом каунте и на эластичной такой конве мне безумно нравятся эти игрушки не так так быстро они вышелись но опять же наверно потому что по большей части все эти процессы у меня были моими дорожными процессами но смотрятся они круто если вы заметили у меня много моих новогодних игрушек оформляется вот такими вот ленточками то есть какая-то ленточка длиннее какая-то короче но это для того что я буду делать все таки бантик и бантик будет сделан допустим вот здесь а здесь это будет вот так вот висеть на новогодней елке только за счет того что вот это моя натуральная новогодняя елка у меня люди интересовались спрашивали куда она пропала мы ее как раз занесли домой потому что сейчас в хьюстоне прохладно ей на улице бывают дни теплые бывают дни очень холодные и если температура опускается там плюс 3 плюс 4 минус 3 градуса у нас конечно снега нет но я боюсь что она может повредиться вот и если вы видите на эту новогоднюю елку особо ничего вот не повесишь как мы обычно привыкли вешать на петельке потому что вот эти боковые веревочки они очень мягкие и длинные и видите они вот так вот свисают вот если я хочу на эту ветку повесить то опять же петельку я не смогу одеть вот таким вот бантиком легко можно завязать и кстати бантики очень классно смотрятся это когда пополнительно такой предмет украшения на елочке так что многие свои новогодние игрушки я оформляю вот так вот двумя ленточками которые просто висят и потом я их буду завязывать в общем у меня такой комплект из трех новогодних игрушек получился потому что было всего три вида заготовок если конечно они выдумали еще какие-нибудь формы животных я бы обязательно купила покупала в 2018 году эти заготовки ну и начала вот в конце 2018 года их вышивать но в этом году уже оформила вышитую игрушку как раз таки вот этот медведь ну и до вышивала и до оформляла две другие у меня также вышелся вот такой вот кардинал заготовка куплена на сайте алиэкспресс мне безумно нравится эта новогодняя игрушка посмотрите это такой блестящий блестящий серебристый металл бывают они и в золотом варианте но мне очень нравятся серебристые именно потому что это такое напоминание кристаллов снежинок здесь очень красивые подвески вообще это продается как закладка для книги очень оригинально причем но однозначно можно использовать как новогоднюю игрушку вот такой вот задний который в принципе это такая клеящаяся изнанка я ее просто вырезала вырезать было не особо легко как бы аккуратненько потому что видите она не доходит до края немного просвечивается там вот моя изнанка то есть потому что это все таки такой светлый брезент с липкой внутренней основой из-за того что он более такой тоненький вот под какими-то углами видно вот эту буговистость но зато под другими углами абсолютно все нормально и классно так вот видно но вышивка и сам набор мне очень понравился вы меня видите так классно смотреть на свое отражение в этой новогодней игрушке мне очень понравилось я купила еще 3 заготовки но вернее не 3 а 5 заготовок но без ниточек без наборов и там я хочу вышивать какие-то другие сюжеты которые сама найду у меня даже была идея переделать один сюжет который я вышиваю на обычной конве моей новогодней совы я хотела сделать их очень маленькими и вот одну новогоднюю сову допустим на такую на такую заготовку смотрится классно еще другая мне идея как раз будет пасха это шикарная основа для пасхальных яиц можно даже бисером на них вышивать кстати здесь 18 каунт то есть это 18 каунт то есть если бисер то надо бисер такой подобрать чтобы он хорошо ложился на 18 каунте следующий такой интересный для меня проект начну наверное вот этих первых трех новогодних игрушек если вы видите это такой тройной тройная заготовка одна новогодняя игрушка остается у нас дома это рамки фотографии и одна едет с моей мамой но сейчас моя мама тут поэтому я еще не отправила и другая отправится тоже к маме моего мужа но так как в прошлом году я только начала вышивать одну игрушку фотографии мы сделали как раз таки когда Саше был месяц то есть это получается где-то в середине декабря все было готово но не были готовы самыми игрушки и я до вышивала как раз таки вот эти игрушки где-то в марте и начала вышивать следующие новогодние игрушки это тоже в виде рамок вот такой вот снеговик если предыдущий это был Дед Мороз здесь вот такой вот классный снеговик фотография здесь разместилась как раз таки в декабре к сожалению я еще маме своего мужа тоже не выслала потому что оформлением занималась буквально последнюю неделю декабря но как раз таки все соберем и вышли посылочку все равно будет классно даже просто так чтобы эти такие украшения висели в доме либо даже если на следующий Новый год она достанет будет видно как наш Сашенька рос по моим планам я планирую вышивать каждый год такие рамки и буду фотографировать сына где-то вот в декабре на день рождения у него в ноябре но в декабре буду фотографировать и пытаться как-то эти рамки разместить опять же смотрите у меня тут ленточки которые будут завязываться в бантике здесь я выбрала ленточку такую прозрачную и блестящую слегка блестящую задник у меня оформился вот так вот это белый кожезаменитель и всякие наклейки то есть это такие выпуклые картонные наклейки кристаллы тоже очень даже задник очень такой радостный интересный мне это безумно нравится я довольна этими новогодними игрушками каждая новогодняя игрушка от полутора до двух тысяч крестиков то есть теоретически здесь у меня этот процесс опять таки и дома и как дорожный процесс вышивался долго особенно вот эти три новогодних игрушки я наверное закончила может быть даже летом потихоньку вышивала с ними не спешила потому что знала что это должно быть закончено только в декабре ну я с этим справилась мне безумно нравится эта идея обязательно буду продолжать поэтому хотя я это не озвучила видео о своих планах которых с которыми я уже с вами поделилась кстати видео о планах это мое предыдущее видео но я тоже оставлю ссылочки в инфобоксе на то видео но там я говорю о таких гигантских процессах на которые меня сейчас потянуло естественно вот этот маленький процесс размером пять-шесть тысяч крестиков вот эти три новогодние игрушки будет тоже вышит по крайней мере до декабря следующего года приблизительно так же буду оформлять в общем мне мне нравится мне очень нравятся эти новогодние игрушки еще одни новогодние игрушки которые посмотрите как выглядят это гирлянда в будущее хотя конечно эти новогодние игрушки можно использовать и как каждую отдельную новогоднюю игрушку такие деревянные заготовки я купила на алиэкспресс это было светлое дерево которое я покрыла морилкой и лаком и вышла фразу с новым годом то есть на каждой заготовке одна буква здесь одиннадцатый каунт и подвеска тоже у меня серебристая ленточка тоненькая и вот так вот у меня оформлены оформлены изнаночная сторона это тоже белый кожезаменитель тот же самый который я приклеила и здесь у меня тоже вот такие вот наклейки вот этот цветок он видите он такой выпуклый мне очень нравится а сами вот эти новогодние игрушки которые в виде наклеек они кстати тоже очень блестят слегка видно то есть получается у меня каждая из этих новогодних игрушек имеет букву и вот так вот это выглядит такая классная классная гирлянда здесь я сделала тоже такие бантики они тоже блестят прикольно мне очень нравится эта идея кстати эту идею мне подсказала моя постоянная подписчица когда я как раз таки покупала вернее показывала покупки вот этих деревянных заготовок и я думала что вот буду вышивать всякие орнаменты которые сама буду придумывать и она мне написала можно же гирлянду сделать и написать фразу с новым годом мне так эта идея понравилась у меня еще намного больше осталось таких заготовок потому что я купила их 50 штук здесь у меня ну сколько 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 слов во фразе с новым годом здесь у меня 13 гирлянд 13 новогодних игрушек но также за счет того что у меня есть вот такие вот снежинки то есть две таких снежинки потому что между словом с новым годом должна быть снежинка новым и годом тоже еще одна снежинка так это все можно развесить вот так вот вокруг новогодней елки либо действительно организовать какую-то гирлянду и туда написать вот именно эту фразу должна сказать что к сожалению в этом году мы новогоднюю елку которая за мной не наряжали потому что мы принесли эту елку в дом с балкона диван сейчас эту елку загораживает чтобы саша туда не залез потому что он проявляет интерес к этой елке начали наряжать ее слетели тут же все эти новогодние игрушки все гирлянды и мы решили успокоиться и по крайней мере в этом году новогоднюю елку не наряжать но то ли еще будет посмотрите у меня столько всего готово так что следующие новые года я буду даже намного больше готова еще новогодние игрушки это вот такой вот процесс я вышиваю самоподбором вышиваю по кростич саги схему нашла на сайте схемок нет и у меня была вышита всего одна новогодняя игрушка в 2000 хотя нет я неправильно говорю видите у меня даже дата стоит я начала эту новогоднюю игрушку вышивать в сентябре 2018 года но первую новогоднюю игрушку я закончила 12 января 2019 года ну и потом вышила вторую новогоднюю игрушку а потом сразу вышивала все четыре новогодних игрушки на данный момент у меня полностью вышито но еще не окончательно оформлены три новогодних игрушки то есть вот это было вышито в январе вот это в марте и вот это уже была частью тех четырех новогодних игрушек которые вышиваю на этих трех новогодних игрушек у меня в игрушках у меня уже есть садник но видите здесь еще не не до конца есть оформление потому что я жду чтобы закончить еще две новогодние игрушки вот это еще одна заготовка тоже у меня полностью вышита видите я здесь даже ставлю такие красные точки это такая минимальная разметка которой мне достаточно для вышивки на пластиковой конве мне очень нравится вышивать именно на прозрачной пластиковой конве вот так вот классно классно получается еще две новогодние игрушки у меня полностью вышиты крестики но там недовышит еще бэкстич я вам не буду сейчас это показывать мне кажется полностью этот набор будет завершен уже в 2020 году но на 2019 год у меня полностью вышиты и оформлены три новогодние игрушки вышита полностью не оформлена одна и недовышит бэкстич на двух новогодних игрушках ну в общем этот процесс еще предстоит завершать теперь давайте покажу свои большие процессы посмотрите как я их храню вот этот тубус здесь не зря лежит открываем начну с маленького процесса завершенного в 2018 году тоже не оформлен он у меня вот такой вот классный классный попугай работа как вы видите маленькая но она очень яркая очень интересная и очень легко вышивалась супер давайте вот так положим ну и вот так вот в рулончик свернута моя самая большая работа завершенная в 2019 году это моя гордость 2019 года это тоже по набору джойсанды так же как и вот этот попугай по набору джойсанды но это реплика дименшинс копия дименшинс вот вот такая вот большая работа в этой работе получается 63 около 63 тысяч крестиков я всю эту работу вышила крестиком вот так вот смотрится результат вот посмотрите из-за того что это в тубусе лежало края у меня хотя работа была отутюжена но края немного помялись но опять же работа не оформлена оформлением я не планирую заниматься ближайшие несколько лет это мой второй тубус первый тубус был с окончаниями 2018 года и 2017 года он у меня переполнился и я вот заказала себе такой же другой тубус на алиэкспресс этот тубус можно также использовать и в моих учебных целях если я еду на конференцию можно вышивки высунуть вложить туда свои презентации свои плакаты и ехать очень удобно очень просто но пока не использую их по назначению решила использовать их для вышивки и для вышивки мне кстати такой вариант очень нравится вот так вот выглядит работа от Джой Санды вышитая крестиком то есть здесь все вышито крестиком мне безумно нравится здесь изображена изображены два волка и это мне кажется очень так символично хороший символ нашей семьи муж у меня год собаки сын у меня тоже год собаки поэтому конечно работа классная когда начну оформлять это будет одна работа одна из первых на оформление но оформлением я буду заниматься наверное тогда когда мы уже где-нибудь осядем а сейчас просто получаю удовольствие от процесса ну еще итог 2019 года это вот такой вот гигантский новогодний сапожище который тоже вышивался по набору Джой Санды сейчас у меня вот такое вот оформление опять же в этом году мы Сашке его не давали потому что здесь много маленьких элементов он все хочет пробовать на вкус еще планирую его обязательно наполнять конфетами но сейчас пока у него диета такая что конфет он особо не употребляет слава богу мы особо не даем но даже когда он пробует пока ему не нравится ну то ли еще будет пока я очень рада тому что ему конфеты не нравятся у меня есть отдельное видео по поводу этого сапога это работа вышита на на 11 каунте на 11 каунте оформление посмотрите какое классное супер 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 оформление естественно не такое как советовал производитель но все это это такая моя бурная фантазия кому интересно и кто еще не смотрел обязательно заходите я тоже оставлю ссылку под видео где рассказываю и близко близко показываю всю эту красоту посмотрите даже сейчас она классно так классно так блестят эти кристаллы снежинки и вот так вот выглядит изнаночная сторона это тоже такая аппликация которую я делала серебристыми и цветными ниточками и вот так вот выглядит задник моего сапога у меня кстати такой вариант панно сейчас у нас висит там зимний сапог а так у меня тоже висят там периодически работы ну которые хотя бы оформлены в панно это тоже вторая гордость моего 2019 года классно ну а дальше я вам покажу процессы которые вышивались как-то продвигались в 2019 году но пока еще не закончились но то ли еще будет начну опять от маленького к большому что-то что было выше там меньше пяти тысяч крестиков за 2019 год я не буду показывать особенно если это какие-то работы такие гигантские там всего четыре тысячи крестиков то не имеет смысла но есть процесс где выше то шесть тысяч крестиков и это моя дубовая роща давайте как раз таки с нее и начну вот так вот выглядит превью работы дубовая роща от Джойс Сандэй вернее это не Джойс Сандэй это forever lasting love кажется да forever lasting love а нет ever lasting love такой набор первый раз я решила купить этого производителя нисколько не жалею качество такое же отличное у этих процессов и у этих схем как и в наборах Джойс Сандэй просто один в один начала эту работу 11 сентября 2019 года у меня здесь все записано 14 каунт этот процесс 101 на 66 сантиметров так вот и храню все ниточки ну и давайте начну разворачивать канву опять же здесь вышито всего шесть тысяч крестиков вышивая крестик крестиком в две нити шесть тысяч крестиков это как раз таки вот это вот дерево самое главное дерево на этом рисунке мне кажется это дерево как раз таки самый основной персонаж на этой замечательной картине вы не поверите я же вам его неправильно показываю а я так и думаю надписи чуть совсем не те но опять же шесть тысяч крестиков на нанесенной схеме выглядят вот так какая-то часть дерева вышита полностью фон зашит не полностью здесь зашита не полностью ниже зашита не полностью а так этот процесс у меня получается 320 на 505 крестиков то есть процесс тоже очень-очень большой вот так выглядит изнанка то есть это единственное место которое я зашивала вышиваю эту работу и одновременно отмечаю по cross-stitch саги потому что у меня есть схема это тоже скачанная на сайте схемок dot net мне очень нравится как я уже сказала качество этой схемы просто классно классно 14 аккаунт и нигде нет никакого смещения рисунка никакого смещения этой схемы очень такие грубки хорошие этих цветов какие-то такие переходы логичные логичные есть у этих цветов в общем я довольна процессом единственно естественно надо вышивать у меня 2019 год был таким годом где я скакала по своим процессам и получала от этого удовольствие мне кажется 2020 год будет такой же единственное сейчас я больше хочу сконцентрироваться вот на таких гигантских процессов процессах план из моих 14 гигантских работ а все остальное будет маленькое то есть вот эта работа у меня уже относится к таким средним естественно средне большим процессом но вот 14 процессов будут вот такие вот большие опять же в планах я об этом обо всем рассказываю как раз таки дубовая роща это один из моих 14 основных процессов на 2020 год продолжу продолжу с джой сандой у меня есть еще два процесса которые хорошо так продвигались это вот такой вот ангелочек тоже превью вырезано на 50 цветов на 50 цветов 42 на 34 сантиметра 14к всего здесь будет около 30 тысяч крестиков 185 на 150 крестиков это все вышивается в такой разброс все что по краям это небо фон вот его как раз таки я вышила полностью а сам ангелочек пока вышит частично вот такими вот группками с обратной стороны посмотрите здесь такой маленький хаед изнанка маленького хаеда потому что значки такие вот просто здесь взрыв такое ощущение как будто взял кто-то смешал 50 видов крупы и все вот так вот выбросил на канву вот так вот здесь расположены крестики потихоньку вышивается было вышито в 2019 году много мне кажется на процентов 70 эта работа уже вышита буду заканчивать мне процесс нравится результат по крайней мере такое превью компьютерное мне тоже нравится есть такая воздушность акварельность мне кажется будет классно классно если что-то меня не устроит я может быть добавлю какой-то минимальный бэкстич на лице на ручках может быть на птичке на птичках здесь даже одна птичка вторая птичка кажется всего две птички посмотрите посмотрите какие яркие крылья солнечные крылья и еще один процесс от джойс сандэй это хотя нет это второй процесс предыдущий был джойс сандэй а это процесс тоже вышивки полукрестом мне конечно очень нравится процесс вышивать крестом но это такой первый мой эксперимент вышивки полукрестом сейчас полностью тут зашито небо деревья вот эти которые фоном служат лошади буду вышивать крестиком в две нити а полукрест у меня вышивается в два и в четыре сложения вернее в три в три и в четыре сложения три сложения это небо фон вот этот белый фон тоже буду вышивать потом белыми ниточками также полукрестом не буду так оставлять а трава и вот это дерево на переднем плане буду вышивать полукрестом в четыре нити сейчас здесь такой вот разброс полукресты мне нравится как лежат работа слегка мятая но не планирую пока утюжить пока не до вышивая качество набора просто с я уже сказала компания everlasting love здесь нигде не написано на конве нкф потому что на некоторых наборах джойсандей написано нкф а на некоторых нет и вот от этой компании everlasting love посмотрите тоже нигде не написано нкф в этом процессе у меня 200 на 290 крестиков но я вышиваю почти все полукрестом за исключение этих лошадей и я вышила почти уже десять тысяч этих полукрестов так что продвижение были работа вышивается очень легко классно и полукрестом вышивать особенно фон на руках было очень быстро и легко также я вышивала вот такой вот сэмплер сэмплер ренессанс здесь всего сто тридцать тысяч крестиков я эту работу вышиваю полукрестом здесь пятьсот на четыреста пятьдесят крестиков но так как не полная зашивка то сто тридцать тысяч крестиков здесь получается двадцатый каунт у меня вышиваю в две нити полукрестом этим маленьким аппетитным полукрестом сейчас у меня вышито тридцать процентов что составляет более сорока тысяч и вот так вот выглядят тридцать процентов посмотрите размер конвы то есть это не широкая часть этой конвы но за счет того что посмотрите какое большое количество воздуха я оставила для этой работы для оформления потому что мне кажется даже вот эта конва может служить вместо паспорту то есть если натянуть и вместо паспорту оставить такое вот количество воздуха будет классно то есть вот такой вот у меня размерчик вот эта голубая часть у меня вышита полностью то есть вот это низ работы здесь видна часть низ вот этого классного большого элемента в 2018 году у меня было вышита вот так вот вот так а в 2019 году вышилась вот это вот все то есть сейчас вышита только 30 процентов и работа будет большая вышиваю я на искусственной равномерке посмотрите пожалуйста качество канвы очень красивый песочный цвет и вот эти цвета изначально предусмотрено только два цвета это бордовый такой вот кирпично-бордовый и цвет икрю но я выбрала вот такие вот цвета еще планирую в этом году распороть бэкстич который я вышила и заменить этот бэкстич на ниточку схс цвета такого же как цвет канвы мне кажется так будет менее ярко смотреться потому что такой контрастный бэкстич он смотрится неаккуратно мне не нравится хотя я стараюсь прокалывать острая иголочка предыдущую ниточку но все равно видна вот это вот какая-то такая ребристость бэкстич так что бэкстич буду переделать но опять же это всего 30 процентов работы буду переделать вышивается этот сэмплер классно легко быстро я получаю от него грандиозное удовольствие и планирую продолжать в том же духе сейчас покажу вам свой хаед хаед у меня должен выглядеть вот так в моем хаеде 320 тысяч крестиков в итоге будет это 520 на 610 крестиков на данный момент вышито 50 вышит 51 51 тысяча крестиков что составляет чуть более 16 процентов на конец 2018 года было вышито 12 с половиной процента планировала я дойти до цифр 20 процентов потому что для меня это такой процесс десятилетка для меня иметь один такой вот гигантский процесс хаед сейчас это более чем достаточно не планирую начинать еще такие грандиозные процессы под таким схемам потому что от этого хаеда я получаю колоссальное удовольствие и пусть он так и будет если у меня появится больше времени и я закончу все свои другие гигантские идеи то может быть возьмусь еще за одну такую классную работу у меня есть одна хачушка но не буду про нее говорить когда это случится тогда случится а сейчас вот именно этот хаед и я вам продемонстрирую это такое грандиозное произведение вот так вот выглядит мой хаед мое грандиозное произведение посмотрите размер канвы опять же это не это не самая гейная часть это ширина канвы а высота канвы это 16 каун высота канвы вот такая вот начала я вышивать ниже середины ниже середины ниже середины и вот так вот у меня вышивается полоска из 100 тысяч крестиков то есть в этом году в принципе вышито всего сколько три или три с половиной процента вышивала я эти три с половиной процента только в декабре только в декабре нашла время на этот процесс любимый любимый процесс вышиваю это самоподбором покупала ниточки схс на сайте алиэкспресс канва тоже куплена на сайте алиэкспресс у меня есть отдельное видео где я что покупала как я организую этот процесс это видео конец 2018 года потому что 2017 года потому что я в 2018 году 1 января в новогоднюю ночь начала этот процесс класс 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 мне очень нравится получается 4 ниточки 4 сложения полукрест на 16 каунте но вот посмотрите зато какой масштаб а кстати вот так вот поместилась полностью в ширину но это ширина как я уже сказала сколько 520 крестиков а в длину 610 супер посмотрите как выглядит восхитительно эта рама книги у меня в этом году вот этот участок был частично только заполнен я его заполнила полностью и потом я уже перешла вышивать лапу совы и крыло заполнять брюхом то сейчас брюхо полностью заполнено вышиваю лапу и буду уходить вот так вот в сторону обычно беру самый крайний незаконченный стежок и вышивая вот этот участок тоже вышивался в 2018 году опять же здесь вот было только продвижение в 2019 году то есть 3 процента вышивать в месяц это как-то легко то есть на это было потрачено наверное всего две недели в перемешку с другими процессами но опять же надо вдохновение надо сориентироваться долго не могла найти себе уголок чтобы вышивать этот процесс потому что видите конва гигантская ну потихоньку нашла нашла удобный для себя способ организации и начала но это случилось только в декабре и последний процесс который хочу показать вам сегодня в этом видео это вот такой вот сэмплер который я вышиваю на 14 аиде вышивая ниточками milk cotton это такие вязальные ниточки у меня по этому процессу есть также вышивали в вышивальных буднях я рассказываю но одно из последних видео там где я вступаю в сп выше свою мечту это один из моих заявленных процессов у меня смотрите размер работы то есть канва здесь достаточно такая большая и будет наверное отступление на 5 или 6 сантиметров с каждой стороны это такой большой кусок все это будет зашиваться моим сэмплером я пока еще только начала даже вот этот центральный элемент вышит еще не полностью то есть потихоньку потихоньку у меня такое идет заполнение этой вышивки в общем в итог итог моего 2019 года я полюбила вот такую вышивку когда я беру белую канву беру любые ниточки и начинаю творить то как я творю обычно все рассказываю показываю в вышивальных буднях но опять же это творение у меня началось наверное с осени 2019 года много идей много идей на вот такие вот сэмплеры это я называю мой семейный сэмплер еще я начала но опять же там вышло где-то две или три тысячи крестиков у меня есть сэмплер посвящение матери сыну еще есть другие сэмплеры об этом я более подробно который тоже уже начато я рассказываю видео о вступлении в сп выше свою мечту там такой парад всех моих начатышей моих сэмплеров которые я придумываю сама но здесь есть что показать и вот на этот процесс я потратила много времени в 2019 году такое хорошее уже продвижение я тоже с вами им делюсь вот такой вот был 2019 год я надеюсь 2020 год будет еще лучше мысли и планов у меня громадье однозначно все не осуществится но я от вот таких вот своих маленьких шажков на таких гигантских процессах сейчас начала получать колоссальное удовольствие хочу в этом ждухе продолжать поэтому меня нисколько не расстраивает что нету каких-то более существенных законченных работ мне кажется достаточно хорошие итоги для моей занятости и для меня все-таки вышивка сейчас не на результат а для самого процесса потому что это такая душина сейчас у меня вышивка построена так я прихожу вечером если почти каждый день вышиваю хотя бы часик и вот я не знаю что я буду вышивать завтра я вечером прихожу и так думаю а что я хочу вышивать прямо сейчас когда уже все легли спать сыночек спит я уже сделала какие-то домашние дела может быть даже подготовилась или что-то повторила для своей учебы и вот в этот момент приходит озарение что я хочу вышивать прямо сейчас и достаю именно этот процесс и вышиваю пусть я вышу тогда двести триста пятьсот крестиков но это будет приятно на выходных обычно утром вышиваю что-то одно в промежутках могу играя с сашей что-то такое небольшое вышивать наподобие вот этой работы потому что ее удобно носить иголочка заправлена одну ниточку вышью вторую вышью а потом смотришь в конце дня раз так и четыреста крестиков вышито вот на этой работе а вечером уже сажусь за какой-то такой большой процесс когда саша спит на выходных тоже могу часик утром он у нас спит часик после обеда там повышевать там повышевать ну и перед сном иногда подольше засиживаясь там в пятницу в субботу по ночам тоже вышиваю так и строится моя вышивка но такие маленькие все время скачки а потом получается что все-таки есть хоть какие-то завершенные процессы но есть много начатоши о которых я нисколько не жалею мне это безумно приятно потому что для меня это такой вот такой восторг это ощущение того что у меня есть коробка конфет моих любимых конфет и я одну надкушу другую надкушу но они такие классные я не хочу их прямо сейчас съедать я хочу потихоньку ими наслаждаться завтра достану опять свою коробку конфет подумал какую же я хочу попробовать сегодня достаю и опять надкушу и опять положу вот так вот у меня строится вышивка и не хочу я заканчивать вот съем я эту конфетку с этой вкуснейшей начинкой и все конфетка исчезла надо будет искать новую конфетку или новую коробку конфет поэтому слышала я на ютюбе такое непонимание и зачем же нужно столько начаташи вот затем само ощущение что они есть и есть такой вот вот у меня это ощущение каждый день каждый день как будто я начинаю новый процесс какие-то из них начато но я к нему возвращаюсь к этим начатым процессом и опять у меня ощущение я так давно его не видела и так мне хочется повышевать и пусть даже у меня много процессов джой санды как раз таки джой санды это будет моя вот такая вот отдушина но они все разные они классные разные цвета разная идея в этих работах разная энергетика от всех этих процессов поэтому я получаю удовольствие и вам того же желаю большое спасибо вот такие вот итоги у меня получились все показала с вами поделилась вам хочу сказать большое-большое спасибо за предыдущие несколько лет что вы со мной за ваше тепло за вашу открытость за ваше понимание за ваш интерес к моему творчеству мне это очень приятно меня это вдохновляет и когда вы пишете мне что я вас на что-то вдохновила это самая ценная похвала которую вы можете мне дать и отправить вот эту положительную энергетику обратно а я с вами опять ей поделюсь вот такой вот происходит у нас взаимный обмен с вами будет все происходить в том же духе буду потихоньку делиться итогами каждого месяца по крайней мере сейчас я так это планирую иногда будут выходить будни иногда болталки теги в общем все как обычно все всем пока большое спасибо увидимся в следующем видео в следующем видео